здорово народ с вами джон он же экзотический автомат хвостов 312 сегодня в этом ролике мы будем варить об этой пушке ну как говорить посмотрим на нее в деле немножко потестим ну и делаем ряд выводов по поводу нее также не могу обойти стороной то как ее достать там очень 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 долгий процесс того как это сделать поэтому чтобы особо видос не растягивать я упомянул очень хорошую статью на полигоне рубежном сайте дам где собственно можно достать скорее всего многие из вас уже эту пушку достали потому что две недели прошло я тут как самый быстрый страшно районе долго это откладывал но если вдруг кому-то это будет полезно я приложу ссылочку на эти статьи в описании то здесь вот статья есть как получить хвостово все затерянные локации шифры и так далее то есть там нам надо сундуки региона подобрать в больших количествах также надо будет биты шифрования достать из миссии определенных получить легендарного хвостово нужно сперва то есть для этого нам надо 9 региональных сундуков собрать первую очередь потом вот еще из кист пособирать шесть штук вот этих вот шифров да суммарно нам 15 вот этих вот битов надо собрать собрать а пылинку изначально восстановительного света да и потом уже при этом еще восемь видений странника собрать то есть на это все тут отдельные статьи еще имеются типа проще будет там через переводчик на яндексе это сделать или в гугле если вы вдруг английским не владеете то есть тут есть подробная статья где найти восемь видений странника вообще вот в том месте где мы впервые встретили кейда есть небольшие подсказки по поводу того где эти видения странника находить но тут вот все это есть с обозначением типа с картинками с пометкой на карте где это все достать так что я думаю не забудитесь соответственно ну это для тех кому неудобно будет видосы смотреть кому хочется просто чтобы типа я вот на одном экране открыл картинку а на втором экране открыл соответственно свои своего персонажа да и пошел играть там бы доставайся таким вот образом вот все 8 штук у нас ну и пылинки света 17 штук здесь это очень геморройный квест том плане что вам надо убить 9 боссов 9 боссов на трех локациях в свержении в бледном сердце но есть один нюанс как обычно да то есть вам надо во первых убивать этих боссов так чтобы запомнить каких вы убили потому что если вы вдруг делали это все перемешку ну типа собирали частицы с со странника да они тоже считаются и при этом вы убивали боссов то вы можете запутаться поэтому проще либо сперва странника всех собрать а вам при этом надо будет в кисты заходить параллельно да то есть у вас там тоже миссии перемешаются поэтому лучше сперва все-таки на мой взгляд а убить девятерых боссов пока у вас частиц нету принципе на трех локациях это на самом деле самое длительное по времени мероприятия тут то есть для того чтобы одно отвержение пройти ну ну да не знаю минут 10 там 15 вам таких надо сделать 9 да это среди босса попадаются повторы поэтому это и дикая по времени дрочка извините да так что лучше да сперва убейте 9 боссов запоминайте каждого которого убили на каждой локации по три штуки находится соответственно получаем вот эти вот mode of light пылинки света и таким вот образом выполняем первую часть квеста ну точнее самую геморройную часть то есть собрали 9 пылинок с боссов и потом уже можете с тундуки региона там собирать кисты проходить это миссия которая берется у мика на башне вот здесь вот в изначальной локации так что до удачного пути что называется в добывании этой пушки это банджи конечно себя предзошли то есть здесь еще главное нигде прямым образом не указано да то что ты делаешь себе хвостов если вы просто делать это все без подсказок да то фиг догадаешься вот реально но так или иначе многие догадались как это сделали как это сделать до утечки в том числе были по моему даже банджи сами на это намекали так что но если вы не недалеки там от вича от ютюба то вы скорее всего эту пушку сделали но если нет то ссылочки я приложу в описании к данному ролику надеюсь поможет в общем как то так ну а мы переходим разбору эти эстетические пушки после вашего лайка подписки на канал про тебя кокольчик а прогоняем по всем ссылочкам сани ролика для поддержки стримера напоминаю что у нас еще вк play на ютюбе каждый день практически проходит ролики где со мной вместе проходят стримы пардон и со мной вместе можно поиграть и поздавать какие-нибудь вопросики и получаться фигурутика так что захочет в один из следующих роликов упасть может это сделать при помощи доната если сумму в 10 раз во время стрима получится и спасибо большое всем тем кто поддерживает меня на бусте что ж переходим к видосику ну что погнали народ две недели спустя мы это достанем и а ноги а ноги а ноги а на подождение где-то там как же мы бежим как же мы бежим дышим глошатую сеть образ странников образ странник образ странника вы бы из них теперь у нас до вставляем всех про про забрать добычу забрать можно только сбоку и снизу не сверху мой лучший друг ура постов какая-то мне нравится стабилы меньше на два пункта чему легендарного да что ж ты будешь делать для и подбирай композентный приклад расплавный магазинчика нарезы ей классно кажется 7 пули за твои оружие носит будет урон на рикошете по ближайшим целям у блин это 5 задела страж собрана съел силы дают несколько следующих оружие мощнее они чаще отскакивают одной цели другой надо то есть надо смотреть мало ли может быть через две недели все еще кто-то не посмотрел на эту пушку как она себя видно погнали тестить этот автомобиль посмотрим там разность 1 короче посмотрим его дальность ну обоих вариантов то есть индарного и экзотического ну пофиг что я тут в обратном порядке назвал монтаж разберется пока у меня да наверно будет пачку сменить красивого короче путем нехитрых вычислений мы вычислили да то что у легендарного хвостового 28 с половиной метров дальность но если я допустим поставлю здесь щекарные нарезы да вот все на дальность вот такой вот будет результат у экзотического на такой дистанции видите да вот хоть рикошетки есть но периодически 23 меняется на 24 урон голову а то есть и у него эффективная дальность 28 метров в тело здесь у него соответственно 15 без рикошета ну с легендарным все более-менее понятно тут можно еще кстати ему получается как выставить его прокачать чтобы у него третий и четвертый столбцы были улучшенными сейчас мы это сделаем но можно посмотреть сейчас давай проверим я могу вот этим автоматом сделать сферы истощения ну слегка улучшенная сфера силы благодаря тому что у меня прокачанная она также можно поставить либо диверсант либо кулачный бой который откатывают соответственно либо гранаты либо заряжена торгой зависит от того что он нравится ну и страде который папа вроде бы не работает а я поскольку это у нас полу пышная пушка ну типа такое ладно посмотрим как я сделаю арбов я счета не делает моим оси с неплохой я там особо унесались а ну 87 граждане туда и нету пушка я нет я не стал хвостов оставлял сорян ну кстати да вот у обычного хвостово 67 ну то есть у меня тут модное массе сда а у этого 87 ну да разница ощутимая конечно и контроль отдача лучше у него вертикально он практически тут пенит сторону ладно сейчас попробую делать арбов минус 2 вообще не делает ну ладно меня поддержали в курсе то что можно использовать физки хвостов для того чтобы бегать с ним василисе и делать задание собственно а печать сейчас я покажу где вечно просто да есть победы и убийство стражи при помощи пушки это и это пока что единственное насторожил и ладно будем с автоматиком бегать пока его не понерфят получается так ладно посмотрим сколько у нас там магазин множественных убийств бафует урон 24 заряжаемся 28 делает окно здесь написано что каждая седьмая пуля рикошетит да вот у него перки да и наносит дополнительный урон идем смотреть 19 в тело и пульки чине 43 раз 2 рикошетного это норма видимо 5 рикошетного 12 рикошетного и чуть не будем че за скам написано каждая седьмая 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 рикошетного сейчас допустим ладно еще звук такой еще звук такой прикольный ну короче да по какому-то странному параметру отскакивания происходит но ладно давайте я сейчас попробую сфера силу на миссия с подожди 2 как сделал сфер по задела страж x7 а пока вот тут одна скачала 2 отскочила у меня первое но я сейчас опять баррикаду поставлю смотрю смотрю она тебя 28 голову нанесла так беру ну максимум 7 могу застакать получается а если я ее уберу примеру все равно остается и плохо а есть я лайкнуть реально я эти заряды потерял да окей 2 за 10 может 1 за 9 может 3 за 7 может вообще ни разу не рикошетный за 20 короче что борьбом получается так ну вот 7 штук говорят в труп рикошет этого проверим реально в труп рикошетит смешного забавно но урон такой неплохой прям с нее идет мягко говоря я и массе с приятной ну жалко что у нее дальность 28 метров конечно это надо прям совсем в рукопашку с пацанами сражаться но эй подойдем поближе на какой дистанции работает 15 тела ряд 15 опять такое ладно опять сверку сделала слаговый дробовики стреляя подбирай работает слаговый дробовик на эту дистанцию уже гарантом бывает слаговый там 10 метров в голову еще или 10 метров ночи перрон на 12 под бафом на 14 я вот все пытаюсь сделать так чтобы отскочила ему в голову но каждый раз оскакивать тело и бьет по 19 один за 6 вот так сейчас я опять наставку раз два три подобрал давай сейчас проверяю вопросу тупо по одной пульте выпускаю теме у меня рикошет раз вот уже рикошетного сейчас 2 2 3 5 вот где я рикошет на 8 9 до 3 раза из 8 или 9 он рикошетит главное ты видел я сейчас один раз выстрелы в него рикошетного два патрона а то есть это было 1 до 2 да вот я нажимаю с ты 1 точнее даже не один от 2 2 3 3 и рикошетного две пули вот я один раз на кнопку нажал то есть если на тебя выбегают несколько человек да и ты стреляешь там по одному к примеру по второму тип тоже нехило достанется нет два выстрела получился один раз нажал на 2 2 2 пули вылетели ну две рикошетного да мы можем вот сейчас я одну выстрелил то есть она почему-то зачиталась она за две ну то есть там два раза больше прилетает ну вот просто в стену давай сейчас в стену до постреляю сейчас я беру тут вот стреляю стену ну в стену вообще никакой реакции я просто сейчас все высадил в молоко вот от лестнице она . так где лестницу он посмотреть я вот куда стрелял давай попробую вот у меня задела страж а века да вот один раз рикошетного еще основу рикошетного но вообще непонятно куда улетает это все сейчас я главная парная команда сделалась еще прикинь ну тут вообще все контракты делаются нет до сих пор прикинь спустя три недели блин развлекаетесь тоже теперь триумфу делаю думала нет ну кстати ну кстати мы же пробовали тут делать саймы дисфор и и что-то не сработало или или мы не пробовали триумфы для да да и здесь засчитываются ну вот это яблочко он засчитывает яблочки не ну в чем могу сказать ждем нерфа ну в пауе скорее всего этот автомат будет чуть более чем бесполезен но 600 архетип сейчас один из таких более рабочих папа то есть надо кстати посмотреть какое время на убийство так не открывает мне почему-то эту пушку на песни 2 foundry но поскольку на 600 и мы можем посмотреть атака и архетипа но время на убийство да то есть для всех тиров у нее 080 0,8 секунды да если в голову все попадать соответственно 9 выстрел в голову 8 выстрел в голову одно в тело и так далее да а если в тело там убивает то полто полторы секунды то есть если все выстрел в тело будут но учитывая то что у нее рюкашетки в два раза больше урона носят да то есть практически столько же там по 19 урона иногда вылетала даже по 2 иногда даже вылетала больше чем 30 да ну было у меня не получилось и срикошетить но там чат пишет что 30 плюс так что я им склонен поверить соответственно до пушка бьет очень больно особенно если напротив вас несколько противников уходит и они не совсем понимают что происходит вот но это окей мягко говоря если смотреть 720 архетип дата у него 083 временно убийство да но для 10 стойкости ну поменьше точнее побольше чем у шатисотых автоматов да но от 9 тира до 5 до 075 и короче для всех тех у кого ниже там 10 стойкости да этот автомат эффективнее чем шатисотый получается ну и в тело если чисто стрелять дата у него ттк ниже будет 142 против 1 и 5 но опять же у него нету у этого архетипа 820 нету таких свойств как у автомата этого экзотического и нету такого большого а им ассиста потому что здесь у него а им ассист 82 до а у экзотического хвостов 87 но типа да у легендарного хвостов чуть побольше что дальность на полметра где-то по-моему даже на метр но все равно гораздо лучше клеится прицел голове да и ну по крайней мере на геймпаде на кого мыши я тоже думаю там никто не жалуется ну и рикошетки делают грязь потому что и по сути стреляя по одному противнику стреляешь сразу по двум по дрем что не дурно ну а последний архетип у нас 450 у него тоже там 08 временно убийство для всех против всех вообще противников он тут пока что наиболее эффективным кажется да получается потому что у него от 10 до 4 стойкости 08 будет хотя с другой стороны 720 у него 075 опять же от 9 до 4 так что ну тоже вопрос но все равно тут а им ассист еще меньше до 34 ну это архетип обязывает потому что здесь вам надо 6 выстрел в голову сделать там они 10 как допустим у других автоматов но в тело практически также 147 133 в общем стоит попробовать я просто сейчас особо в пвп не играл на этой неделе то есть я на прошлой неделе зашел испытание осиеса там за 7 каток на 7 закрыл и вышел ну а учитывая то что этим автоматом можно пользоваться для того чтобы делать печать то наверное мы с ним поиграем в эти выходные ну и таскать мне составим более подробные рассказать может быть даже качку не зашим может быть я в обычный папа зайду и проиграть не попробую в общем что могу сказать легендарный хвостов вернулся ну даже не только легендарный а еще экзотический куда будет но он сейчас гораздо лучше чем он был в первой части то есть да он нас и первой части было во второй части был точнее его белый вариант и в первой части он был экзотическим то есть тот вариант и легендарный который у нас сейчас с тремя стволами там разными у него там тоже менялся архетип когда мы меняли стволы то есть там он был и 360 и 450 и 600 вроде бы да но все три этих режима они ну были мягко говоря не очень ну а тут вот банджи решили пойти ва-банк да и сделать из него нормальную пуску причем оба варианта то есть я думаю даже на легендарном будет нормально наград то есть не вот есть выбор торговца добиваешь подание за то оружие восстанавливать небольшое количество энергии способности да и так далее то есть не вот есть мультикил клип есть вот откат гранат есть откат заряженного удара рукой так что ну лайкуем будем оба их пробовать пвп потом после этого более подробное менее таскать составлю да но что касается остальных стат помимо помощи прицеливания то есть скорость взятки у него высокая удобство у него офигенная стабила конечно такая себе ну тут говоря поговаривать что у него там пальца спуске стройный который увеличивает стабилу тоже так что я думаю высокий аэм ассиста компенсирует потому что стреляешь кому-то либо в грудь либо в шею попадаешь в голову соответственно так что будем пробовать стреляй подбирай тоже пир прикольный потому что я могу кого-то убить на большой дистанции подобрать него сферу силы таким вот образом выстрел по ней да и начать крошить капусту всех следующих противников так что да прикольно прикольно лайку и лайку и полный лайк ладно будем тут закругляться пластовый оставлю лайк можете также комментарий какой-то написать на канал подписаться колокольчик прожимать для того чтобы соревнования выходим в лесу а мы с вами увидимся когда увидимся всем спасибо за просмотр всем пока